Пять новеньких трамваев прибыли в Барнаул и ожидают выхода в свет. Последний раз таковые поставляли 10 лет назад и то всего две единицы. Средний возраст вагонов сегодня достигает 40 лет. Эти же современные и имеют достойные технические характеристики. Трамваи белорусского производства, Белкомунмаш, 820Е модель, модернизированный, полностью стопроцентный низкий пол, четыре двери для увеличения пропускной способности пассажиров на вход, на выход граждан. В том числе обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения, инвалидов, что очень также удобно. Трамвай оборудован кондиционером, видеокамерами, полностью следят за происходящим в салоне и вокруг трамвая на дороге. Трамвай рассчитан более чем на 150 пассажиров. Посадочных мест 34. Вагоны будут ездить по маршруту номер 7 и номер 1. В каждом будет работать кондуктор. По прибытию всех 10 вагонов и после передачи с комитета по имуществу города, мы будем данными вагонами заниматься. Подготовка водителей у нас проявляется на базе нашего предприятия, так как у нас есть лицензии на подготовку водителей. В принципе, для наших водителей не будет иметь сложности, потому что, да, найти подвижного состава, ручное управление и у нас есть такие вагоны. Но есть, конечно, определенные сложности при подготовке. Водителю нужно будет, конечно, освоиться с пультом управления. Подготовить нужно около 40 водителей. Займет это неделю. Напомним, контракт на поставку 10 трамваев на сумму более 700 миллионов рублей был заключен еще в прошлом году. Плановая поставка по контракту планировалась до 1 апреля. Но ввиду экономической обстановки мировой и нарушения поставок с деталями по комплектующих, были обращения и производителя вагонов Белкоммунмаш и также поставщика с просьбой переноса срока по объективным причинам, на что шли навстречу. Поэтому как бы сроки контракта немного перенеслись на поставку всех единиц. Отметим, прибытие шестого вагона ожидают уже 9 октября. Оставшиеся поступят в ноябре. Есть вероятность, что прокатиться на новеньких трамваях барнаульцы смогут уже к новому году. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.